Привет, друзья! И мы уже в Марокко, мы в городе Мильдия, рядышком с городом Пенитро. И сегодня у нас в гостях Анна. Приветствую, Аня. Очень приятно. И, Ань, может быть, расскажите свою историю, как вы вообще попали в Марокко. Я приехала отдыхать, как и в основном русские попадают сюда, как туристы. Я приехала отдыхать и влюбилась в страну, и решила переехать сюда жить. Навсегда? Навсегда. А почему именно Марокко, а не Испания, например? Ну, в принципе, я человек мобильный. Испания, так Испания. Если я захочу дальше куда-то уехать, я уеду в Испанию. Для меня это не проблема. Мобильный человек, и сознание у меня тоже мобильное достаточно. Но вы же выбирали, например, между какими-то странами? Нет. У меня до отдыха в Марокко вообще не возникало мысли о том, чтобы переезжать куда-то жить. Мы даже не думали об этом, не размышляли. Вообще мыслей в голове не было. Просто я вышла в аэропорту в Агадире и сказала, это мой дом, и всё. А что так повлияло? Ну, не знаю, ведь как какие-то вот... Наверное, воздух, какой-то воздух, потому что в Агадире достаточно как бы влажно, океан, и горы вдалеке, и пальмы. Я эстет, раз у меня художественное образование, поэтому на меня, скорее всего, повлияло цвет. Очень много цвета. Всё везде яркое. Солнце, небо яркое, зелень яркая. Я думаю, это, наверное, как своеобразная эстетика восточная, раз я искусствует востоковец. Ну, это, получается, ваша страна для жизни, да? Путь Марокко. Сейчас я скажу, что мне здесь нравится жить, меня устраивает всё, меня ничего не раздражает. Но я не могу сказать, что я, например, тут до конца дней своих жить буду. Я не знаю, как жизнь повернётся, потому что мы же живём сегодняшним днём, получаем удовольствие здесь и сейчас. А как будет завтра? Может, я перееду во Францию, может, в Италию, Испанию. То есть, где тепло, только нигде холодно. Где тепло, да? То есть, основной критерий... Тепло. Я не переношу холод, да. То есть, вы рискнули, вы же не одна с вами, Софья, и... У меня сейчас, да, старший сын есть. Мы сейчас почти 17, будет у тебя 17 лет. Как же так получилось? Все замуж приезжаете в Марокко, например, сразу, а вы так? Я замуж за Марокко вышла. За Марокко просто, а, вот так вот. Очень классно. Очень классно. Интересно, первый раз, конечно, такое слышишь, чтобы вот так вот в Марокко переехать. Всё, в Европу, конечно, люди стараются. Или в Америку, вот такие вот. Я не вступала ни в какие группы, я не искала здесь мужчину. Я не общалась с мужчином, чтобы выйти замуж здесь. Я на тот момент вообще не искала вторую половинку. Я была после развода. Я не могу даже объяснить. Это какой-то душевный просто порыв был, и всё. И вы уехали? И уехала. А сколько уже здесь доходитесь? По времени официально я здесь живу три года, и до этого ещё приезжала где-то три года просто как турист. То есть я свой отъезд готовила. А, вы уже заранее планировали, да? То есть с первого дня, как я здесь появилась, и потом уже надумала и методично, и целенаправленно. Я приезжала на следующий год в другое место, я поехала в Саидию с подружкой. Мы жили на вилле там лето. Какое местечко? В Саиде. Это Средиземное море. А с другой стороны получается? С другой стороны это север Марокко, да. Какие вообще места или города рассматривали, да, вот где были, перед тем, как определились, например, решили жить в Кенитре? Я хотела жить в Агадире, как все приезжают, туристы. Первое впечатление в Агадире. Мне понравился белый город, очень много туристов, там очень хорошие пляжи, потому что в Агадире океан, он как заливом идёт, и он более спокойный там. Я была, во-первых, практически во всех городах Марокко. Я, да, у нас, как правило, мы любим очень путешествовать. Да. Мы стараемся все выходные выделять на путешествия. Если мы не уезжаем куда-то в другой город, то мы просто пешком очень много ходим. Или с друзьями на автомобилях, или пешком, можем до Мехди пешком прийти и вернуться обратно. То есть 10 километров туда, 10 обратно. Я дома сама, например. То есть самое первое время я была в туристических, скажем так, центрах Агадир, Маракеш. Самое первое впечатление, которое я получила в стране, это были впечатления от туристических городов. Это Агадир, потом Маракеш, потом Рабат-столица и поехала на север Танжер. Вообще в Марокко, я скажу, что очень много городов, и они по-своему. Каждый выделяется своим внутренним миром и внешней эстетикой. Каждый город, он отличается. И каждый город, скажем так, то есть человек, каждый человек выбирает в Марокко свой любимый город, соответствующий своему внутреннему миру. Кто любит тишину и покой, например, какие-то города более спокойные, еще здесь отличается юг и север. Север более европеизированный, и люди там более европеизированные. Почему Алжер? Танжер, да. Танжер и побережье Средиземного моря. Очень много иностранцев, именно европейцев, покупают там виллы и приезжают отдыхать, потому что ценовая политика очень такая гуманная. 40 евро можно лететь в Париж, Танжер, без проблем. Прямые рейсы. Да, и на севере к тому же еще располагается именно культурная, одна из культурных столиц, это Фес, большая культурная столица. Каждый город обладает своей душой и эстетикой. И вообще смысл у каждого города абсолютно свой. И люди даже отличаются. Казалось бы, один и тот же менталитет, но они все равно отличаются и внешне, и внутренне. А просто хотя бы скажите, здесь как-то вообще можно остаться легально, например, так? Нужно какие-то деньги уложить для этого? Или что вообще? Какие варианты здесь есть? Легально здесь остаться можно. Первое, для женщины это выйти замуж за марокканца. Потом официальный трудовой контракт на работу, да. Здесь, если вы знаете, например, английский язык можно при преподавании, здесь остаться вообще без проблем, потому что страна требует квалифицированной именно педагогической помощи. Да, очень востребована здесь, именно востребована самими марокканцами. Они хотят и стремятся к знаниям, и знаниям разного абсолютно плана, начиная от эстетических, то есть художественных, художники, языки. Преподаватели живописи, музыки. Да, вот как я, преподаватель, например, рисунка, живописи базовые какие-то. Наши, русские именно базовые. Потом вот дочка у меня балетом занималась, и спортивные тренеры, и ещё плюс иностранные языки. И русский, как иностранный язык здесь изучают, потому что сейчас очень большое влияние России. Часто можно встретить русскоязычных? Нет, именно русский, как иностранный, в каких-то частных школах или где? Есть, но, как правило, это какие-то крупные школы. Даже школы здесь делятся на французские миссии и на арабские школы, да. Вот Софья у нас очень мечтает по французской миссии учиться. А сейчас в какой школе? В арабской обычной школе учится она. Но мы учимся в хорошей платной школе. А платная школа, да? Да. А какой вообще ценник здесь за обучение? Это, конечно, секрет. Государственная школа оплачивает без оплаты, бесплатно детки учатся. Государственные школы есть разные, есть хорошие, качественные. Со мной кто-то, может быть, и поспорит. Мы видели просто спокойную, такую адекватную государственную школу. Я внутри не была так долго, чтобы поручиться, скажем, за эту школу. Потому что, как правило, есть кое-какие свои нюансы для государственных школ. И в основном частные школы, где прайс, например, от 500 дирхам в месяц. Это детский садик, начиная с 300. 30 евро в месяц. Да. И дальше плюсом. И уже соответственно, если вы занимаетесь языками, балетом, как в наших же школах, плюс, 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 плюс. Да, оплачивается все. И сколько уже знает дочка языков, получается, София, сколько ты знаешь? В программе обучения сколько языков сейчас в школе флаг выдашь? Говори, только подромче. У меня три языка. Я учу в школе французский, арабский и английский. Ого. И уже так хорошо владеешь, да? Можешь разговаривать вполне уже? Да. Сколько по времени получается? А ты уже учишь языки? Два года. Французским она владеет в совершенстве. Она читает, во сне говорит на нем. В французском. То есть она взаимодействует полностью на французском языке. Это как второй родной язык за два года. Арабский классический и Дарижа местный диалект у нее. Вот. И математика у них арабская классическая. Математика, французская математика. Ну и дома, соответственно, русская математика. Соответственно, возраст. Бабушка нам присылает литературу. И мы дома по русским учебникам занимаемся. Все прописные. То есть она по-русски прописями. То есть русское образование, соответственно, ее возраст. Плюс образование французское, арабское. И плюс английский еще начали мы. Получается, после окончания она может вступать в любой институт Европы, да? Куда угодно ехать уже. Вот у нее еще самостоятельное желание учить. Какие языки ты хочешь еще плюсом? Еще испанский и китайский. То есть у нее будут, я думаю, все языковые группы. Она будет хорошим у нас специалистом. Арабский язык. Мне вот просто кажется, что... Ну, я не пробовала изучать арабский. В основном другую группу. Это для тебя сложно. Речь очень трудная. И писать тоже легко. Легко писать, но трудно разговаривать. И литература очень трудная. Потому что объясни, что есть буквы определенные, которые очень тяжело произносятся. Ты можешь что-нибудь сказать на арабском языке, только на классическом арабском, какой-нибудь стишок, чтобы вот эти все горловые звуки были. Нет, я вам еще не учу, никакие стихи. Так, ну что-то, может, из Корана, может, что-то скажешь. Я могу вообще прочитать Коран. Ну, Суру какую-нибудь свою любимую Суру прочитаешь. Последняя. Это мне кажется днем гащия. Я верю к Богу, из Госпожи. Вовремя умереться. Не открыть тебе свидетельство. Ваши лица, нежуя. Отец, нега, зонаси. Перед кеми-гам. Перед км. Суру какой-нибудь из кланатки. Ваши лица, нежуя. Ваши лица, соля. Ваше лица, белая. Не слышит на него. Субтитры создавал DimaTorzok А ей как бы легко, даётся именно, я не знаю, может быть, это её, именно её Потому что произношение, если она на французском, у неё сразу же меняется произношение Она говорит на французском очень хорошо Это французы говорят И англичане говорят, что она на английском, у неё произношение тоже правильное английское Потрясающе, потрясающе Мне хочется услышать какую-то фразу на французском Давай на французском что-нибудь или стишки Я люблю Марокко, это очень красиво для меня, это очень красиво, и это хорошо быть в Марокко, потому что, я не знаю, как сказать, это красиво. Теперь нам нужен перевод, мы же не знаем французский. Я сказала, что мне нравится Марокко, и я не знаю, как вам это объяснить, что Марокко мне нравится, и она красивая, натура красивая, все зеленое. Природа, натура. Да, это то, что я сказала. Хорошо, молодец. А скажите вообще, как вот сами марокканцы, как люди, например, может быть, различия российских от людей марокканских, например. Да, при желательных, не знаю, искренне. Вообще, менталитет очень интересен тем, что, я заметила по всему миру, в принципе, так, местность, где тепло, круглый год практически, ну, тут бывают свои сезоны, но круглый год тепло, овощи, фрукты всегда свежие, всегда. И клубнику кушаем, сейчас сезон клубники. Цены просто очень сильно отличаются от того, что у нас в России, и даже в Европе. Ну, есть разница. И люди, у них менталитет неторопливости. Им некуда торопиться, у них все есть. Как нам рассказывали простые марокканцы, что, ну, вот сегодня есть покушать, у нас хлеб, овощи, фрукты есть, мы сыты, все нам хорошо. И жизнь все прекрасна. И жизнь прекрасна, да. Сейчас единственная воспитана вся молодежь во всем мире, одинаковое воспитание идет с телевидения, все стремятся в Европу, не знаю, зачем. Это везде, это везде. Поэтому вот говорят о том, что беженцы в Европу и все, то есть Марокко это тоже есть. А сюда тоже беженцы, да, идут? Да, да, через Танжер тут же есть два города, Мелилья и Сеута. Это два города в составе, скажем так, территориальном составе Марокко, но они территории Испании официально. И стараются туда. Да, в Сеуте я была. Кстати, прошла границу без, так интересно, мы были в Рамадан с подружкой, как раз когда жили в Саиде, мы подошли и сказали просто, пустите нас покушать. Мы хотим кушать, здесь все закрыто, а мы голодные. Они спросили, вы кто, мы сказали, мы русские, дайте нам поесть, мы хотим вашей пасты. И нас без, просто нас пустили и все. Без всяких там паспортов, проверок. Паспорт, загранпаспорт посмотрели и все, и пустили без Шенгена. Без Шенгена просто, потому что сказали, что хочется покушать. Мы не думали, мы забыли, что Шенген, мы забыли даже евро. У нас были только Дирхамы. Вот просто нам вот захотелось, да, мы приехали там около пропускного пункта. Нам приехали люди, марокканцы показывают, что тут пропускной пункт такой-то, такой-то. Вот, ну у нас сейчас, нам на самом деле надо молиться, поэтому вы тут погуляйте, а мы это, пойдем своими делами заниматься. Все везде закрыто, рыночки закрыты, потому что же Рамадан. Да, да, мы знаем, что все закрыто. А мы очень кушать хотим. Мы просто, видимо, у нас такой был вид, очень голодный нас пустили, хотя мы очень даже выглядели с подружкой хорошо. Ты спокойно, без Шенгена пропустили, вот это, конечно, деятельная история. А когда это было? Четыре года, на пятнадцатом или пять, бляжи. Ну, четырнадцать, пятнадцатый год. Четырнадцать, пятнадцать год. Ну, да, отлично. Как вообще-то в отличие, вот эти три года здесь живете, например, российских там мужчин, марокканских мужчин вообще, как вот они, там, поведением, властностью? Ну, это различие. Есть различие? Ну, потому что ты в замужестве был, было бы очевиднее. Ну, почему-то уже они общаются, я думаю, здесь. Марокканские мужчины очень заботливые, очень заботливые. Они с детства, наверное, прививают. Мамы, конечно, заботятся о своих мужчинах, но потом мужчины заботятся и о мамах, и о женах. Как везде есть разные варианты и браков, и счастливые, и несчастливые. Но именно отличие менталитетов двух о том, что в России больше женщина заботится о мужчиной. Потому что вот этот домострой наш, воспитанный, а у меня половину, папа у меня чистокровный украинец, хохол черниговский, а мама у меня русская. И у нас был дома такой, домострой, мама у меня какое-то время не работала тоже. То есть семейная направленность. Ну, и да, у нас женщина ухаживает за мужчиной и предоставляет очень широкий спектр услуг, скажем так, да, находясь в браке. Много на себя берёт? Очень много. А здесь мужчина внешне непреложный авторитет, а внутри семьи женщина, в принципе, может вести себя по-разному. То есть внешне, если вы идёте на улице, ни одна марокканская женщина не покажет, что она недовольна своим мужем. Вы никогда в этом не узнаете. А все будут, все разборки, все какие-то, всё будет это только за закрытыми дверями. Никто не будет знать, что её муж такой, такой, такой. Есть, конечно, мои варианты всякие разные, но вот, как правило, она восточная вот эта вот мудрость. Какого плана? Я даже не знаю, как это объяснить. Получается, здесь нет такого, что как у нас там, вон, пришла подружка, жена там ей всё, то есть там девушка там ей всё выложила, я там с мужем так живу, так живу, здесь такого нет, она там не будет выкладывать подружки свои. Только всё в пределах семьи разбирается. Умеются всякие вот эти сплетни, такого здесь нет, такого, да? Ну, есть, как везде женщины, везде одинаковые, как и мужчины, везде одинаковые, в принципе. Честно говоря, я не сталкиваюсь, потому что я с марокканками особо не общаюсь. Не общаетесь? Кстати, подружки, подружки нет марокканок? Нет. Нет, пока. А здесь вообще есть русскоговорящие марокканки? А с кем можно общаться? Русскоговорящие марокканки есть, есть европезированные марокканки, из марокканки, у которых, например, детки живут где-то в Америке или в Европе. Тут население в основном делится по достатку, как и везде. То есть, чем выше достаток, тем люди образования, и они воспринимают уже всё по-другому. Это очень заметно. То есть, если какие-то районы популяр, то люди живут более традиционно. И чем больше у тебя денег, тем ты получаешь выше образование, больше спектр возможностей получить. Например, уже люди понимают, чем отличается кухня европейская от марокканской. И делают какие-то свои предпочтения. Либо стремятся в Европу, или кому удалось туда, в Европу попасть, они уже как-то меняются. Они всё равно остаются марокканцами. Но у них разум немножко, открытие становится. Они кругозор. Плюс само мышление человека меняется. А вообще здесь стремятся эмигрировать эмигранты? То есть, марокканцы вообще? Молодое население. Молодое. Но часть молодого населения, которое получает образование, в том числе и в России очень много получает образование, они понимают, что будущее за ними, и они должны свою страну поднимать. То есть, есть уже, да, по крайней мере, мне попадаются такие люди, молодые люди, которые понимают, что им поднимать свою страну. То есть, не хотят её бросать, убегать в Европу и так далее. То есть, они ездят в Европу спокойно, с европейцами взаимодействуют, получают образование и возвращаются в Марокко обратно жить и работать здесь, в Марокко. А есть население, в основном, менее живущее в достатке, которое старается уехать в Европу. Они же там же живут на пособие. Потому что у меня подружка есть в Париже, она рассказывает. У меня родственница в Штутгарте, в Германии, живёт. То есть, мы, в принципе, не через телевизор. Телевизор мы не смотрим, я уж не помню, сколько лет телевизор. То есть, у меня его нету в наличии телевизора, я его у подружки, например, смотрю в Рабате. Но общаемся мы, в основном, своим русским кругом. Мы не убегаем от общения с мароккоинками. Они сами не особо хотят. Вообще, здесь тусовка есть, там, при русскоговорящих? Да, конечно. У нас прекрасный русский центр в Рабате, который чудесно работает. Пасха. Вот последний раз мы были на празднике. Масленица. Потрясающий праздник нам сделали, да. Там наши девочки и блины пекут, и украшения, и матрёшки. То есть, наши женщины здесь занимаются, продолжают какие-то русские традиции определенные. В русском центре есть учителя, кто русскому языку учат. Потом у нас там и хор есть, наш русский. И марокканцы есть, и китайцы ходят. То есть, очень много народу. Русский центр, да. А большое это сообщество? Сообщество русских Марокко достаточно большое. Я слышала, что где-то три года назад около 800 человек, именно в Кенитре только, было русских. 800 человек, в Кенитре. А сколько город по численности? Город по численности, я не знаю, к сожалению. Как бы не интересовалась, даже не интересовалась. Это, кстати, Рашид может сказать, он знает абсолютно всё. Мы посмотрели, но достаточно большой город. Да, и это в основном жены марокканцев, в основном, да. Ну и кто-то тут развелся, остался жить. Или такие вот, как я, мало в основном, без брака. А вообще на каком языке общаетесь с марокканцами? Как правило, большое количество в крупных городах марокканцев общаются на французском языке и арабском. И этот местный диалект дарижа. Местный диалект дарижа. То есть, если я выхожу куда-то на рынок, панут, маленькие магазинчики тут так называются, то я надарижа на местном диалекте, потому что я арабский язык не знаю. Очень много слов общих в арабском языке, но местный диалект всё равно присутствует. И на французском, как правило, вот преподавание идёт на французском и на английском языке. Совсем немножко преподавала гимнастику в школе, рок-н-дэнс здесь. И люди общаются на миксе спокойно, вас понимают, да, можете и на английском, и на французском. В районах популяр, конечно, там вот, где попроще население, там на дарижа больше. Ну и на французском, то есть, да. Что отношение к иностранцам здесь очень такое, ну, хорошее, трепетное, да, хорошее слово. Потому что иностранный педагог владеет информацией эксклюзивной, которую не обучают в местных институтах. Например, мои оба диплома, есть здесь институт, где физкультуру изучают. Но институт есть архитектурный, где есть архитектура, изучение. Но нет нашей русской школы, именно школа живописи, школа рисунка, именно академической школы живописи, которая принята во всем мире. Вообще нет? Нет, нет. Здесь, то есть, мне не нужно подтверждать здесь свой диплом, потому что некем подтвердить его. Он эксклюзивный, считаю. То есть, есть диплом и, в принципе, могут принять на работу? Да, я его просто перевела, и очень много желающих школ сотрудничать. Частных? Частных, 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 частных школ, да. Предложений от частных школ много. Потом здесь развиваться начала физкультура очень бурно. За последние три года я заметила. Здесь в основном футбол, физкультура, и второй это художественно-графический спорт, да. Потому что самое простое, здесь очень много в футбол играют. В футбол играют везде. Везде. И на пляже, то есть, где возможно, если три мальчика захотели играть в футбол, они играют в футбол там, где захотели. Даже на проезжей части. Потом плавание стало развиваться, я всё больше слышу. Вот Софья занимается у нас гимнастикой, спортивной. Гимнастикой, а? Дополнительной секцией. Да, это всё платно, но мы занимаемся на государственной, национальной, как это называется, сборной, но она в Кенитре. То есть, есть клубы, большие клубы, есть государственные клубы в каждом городе. И, например, в Рабате МСР-клуб, плюс какой ещё клуб? ФАР-клуб. То есть, несколько клубов. В Касабланке свой клуб, у нас в Кенитре свой клуб, где занимается Софья в государственном. Помещение не очень качественное. В Рабате, конечно, классное помещение. У нас не очень, и стоит это очень дешево. Пять евро в месяц. Пять евро в месяц? Да. Вообще, вот ходить, например, спал в зал, там, чтобы... Это у нас в Кенитре. А, в Кенитре? Там подороже, там уже 20 евро. В месяц, да? Да, мы занимались. Ну, не хватает всё равно немножко... Я, как тренер по гимнастике, могу сказать, что не хватает знаний педагогам. То есть, есть элементы, которые, скажем так, наша русская гимнастическая школа. Здесь очень сложно, потому что дети не привыкли здесь, например, боль терпеть, так как наши дети занимаются усиленно, они понимают, что такое коллектив. Потом они понимают, что такое терпеть боль, ради чего. И видят результаты, и как быстро результатов добиваться. Здесь в основном занимаются для общего развития. А, просто так вот для себя, да? Просто так для себя. А какой вообще здесь бюджет нужен, например, на месяц, ну, хотя бы примерно проживание? Чтобы абсолютно простенько прожить, нужно 5000 дирхам, это 500 евро. А, это со снятием жилья или без? Со снятием жилья. А, а сколько вообще здесь аренда жилья на месяц примерно? Вот самое, то есть в центре города сейчас мы снимаем квартиру, которая включает салон, две спальни, небольшие. По нашим меркам, как наши русские трехкомнатные квартиры, 200 евро. 200 евро в месяц, плюс школа где-то выходит совсем вместе, тысячи дирхам, 100 евро. И плюс нам на еду с Софьей хватает, в принципе, там сколько, 100-200 евро на еду, потому что все дешево. Да, все дешево. Да. И мы не мясоеды, мы так чуть-чуть, в основном у нас курочка, индейка. И мы, ну, не мясные мы, я потому что занимаюсь йогой, стрейч-йога у меня необычная йога, стрейч-йога. Раз я гимнастка, мы тянутые, растянутые. Вот. Мы ни на диетах не сидим, просто мы, это наш образ жизни спортивный. Ходим, спортом занимаемся, гимнастика и так далее. Поэтому мы не едыки, мы едим мало, овощи, фрукты, такое вот все. Но вам достаточно? Нам достаточно, вот, 5000 дирхам в месяц нормально. 500 евро в месяц, со всем вместе же ждем. А вообще здесь какой-то есть, там, легальный статус, на работу здесь, чтобы устроиться, вообще здесь что-то нужно, как сказать, разрешение на работу, здесь нет такого, как вот в Испании, в Европе. Трудовой контракт или какой-то здесь? Да, трудовой контракт нужен. И тут я не совсем вам могу, наверное, сказать точно. Я могу где-то, наверное, наврать. Потому что можно работать и без контракта, в принципе. Нелегально, да? Нелегально. Но тут я спокойно живу, у меня есть карт сижур, то есть вид на жительство. Первое время, как бы, особо, если ты замужем, тебя вообще никто трогать не будет. А так как я не замужем, мне нужно через какое-то время придется показать государству, за счет чего я живу. А, это подтверждение. Подтверждение, да. То есть мне нужно будет предоставить трудовой контракт, либо какие-то банковские счета, что ко мне приходят, или что-то такое. А вообще, какой вот такой популярный способ, как сюда можно мигрировать, например, из России? Как вот проще, ну там, скажем так, недорого для обычного населения. Как вот в Европе, ну там, в Испании. 500 тысяч евро ты купил, тебе дали визу. Здесь покупка недвижимости не гарантирует вида на жительство. А что, как можно приехать сюда хотя бы на год, на два, попробовать? Какие варианты здесь легализации? Трудовой договор. Трудовой договор. Нужно обязательно только по работе, да? А это сложно? Здесь вообще много специалистов, которые требуются? Ну да, в принципе. В основном, я говорю, нужны люди с эксклюзивными какими-то знаниями. Потому что есть Министерство труда, в котором, если ты идешь официально работать, работодатель обязан устраивать местное население. И только 30% от твоего предприятия должно быть иностранцев. 30%? Да. Отлично, не мало? Вот. И, ну это по законодательству, если я не ошибаюсь. И получается, что человек, который предоставляет трудовое место, должен подойти в Министерство труда и доказать, что на это место нет марокканца с определенными знаниями. И на это место уже взятие человека иностранца. Тогда уже можно, да? Да, да. Это то, что касается абсолютно официальных документов. Почему? Как бы вот я спокойна, потому что здесь мой диплом художественный. Никто не может его подтвердить, потому что нету соответствующих институтов, которые могут подтвердить, что я являюсь доктором. Ну вот, скажем так, вот. Обязательно должен быть диплом о высшем образовании? Да. Или же можно колледжа и... Нет, скорее всего, высшее образование. А высшее образование. Потому что, например, люди, которые не владеют определенным... Здесь еще есть такое, что, по-моему, один из классов должно быть у человека, например, чтобы пойти учиться на туристического гида. То есть для каких-то профессий, чтобы ты здесь работала, нужно обязательно образование БАК. У них называется... Это наш, по-моему, 11 класс. Первый БАК и второй класс, да? Первый БАК это 9 классов. Потом второй БАК это, по-моему, 11 классов. И потом уже дальше пошли колледж. Да, дочь? Правильно говорю? Колледж и потом дальше уже институт. А здесь, например, вообще как есть такое, как, например, в Испании остаться, поселиться, приехал нелегалом, остался, через три года предконтракт, а ты можешь здесь легализоваться. Здесь есть такое, например? Или обязательно нужно или так, или так, или так, иначе тебя депортируют отсюда? Тут мне кажется, что мы не сталкивались никогда с полицией. В том плане, что здесь абсолютно адекватные в полиции люди работают, которые общаются с иностранцами в очень уважительной форме. Никто не пристает. На улицах полицейские ведут себя не то что лояльно, а очень уважительно. Я не знаю, вообще не сталкивались. В полицейском участке, когда при оформлении карт сижур, все на твоей стороне, улыбаются, причем не через силу, а на самом деле они адекватно к людям относятся. Стрессустройте устойчивые, абсолютно нормальные, психологически воспитанные люди. Не кричат, ничего. Я не сталкивалась здесь вообще ни с какой грубостью никогда и нигде. У меня не было проблем. Ни с местным населением, ни с полицией. Не обманываю. Понятно. А то, что мусульманская страна, это никак не влияет? Ну вот, как видите, я в европейской одежде. Абсолютно, да, нормально. Я и в России, честно говоря, никогда не оголялась, потому что это не мой стиль, скажем так. Не то, что неэтично. Это просто не мой стиль. Мне не нравится. Я обладаю нормальной фигурой, раз я гимнастка, но мне никогда не хотелось сидеть в короткую юбку, например. Или там, не было мне никогда желания. Я просто сама по себе такой человек. Поэтому здесь у меня, вот пляж Меридии, мы спокойно загорать ходим. Вдвоем с дочкой, в купальнике в европейском, в раздельном. Никто не пристает. Ходят, смотрят. Конечно, мы для них же другие люди. Мы просто другие люди. Так же, как, скажем так, африканцы у нас в России. Тоже мы на них смотрели, я помню, в метро в Москве, в восьмом классе мы были, когда непривычные иностранцы были. И так и здесь. Поэтому смотрят, да. Тем более, конечно, блондинка. Тем более, смотрят. А вообще, вот здесь вот развод у них есть? Как вот так популярно? Или все-таки по закону там разводиться нельзя здесь? Усульмана все-таки разводится. Почему по закону разводиться? Ну, имеют там в том плане, что там по религии, что там женился и все. И все, нормально тут. Опять же, очень зависит все от многих факторов. Если обоюдно они расстаются, одно, если детишки, другое. Как правило, везде есть моменты, в которых задумываешься, стоит разводиться или нет. То есть ради чего это все делается? Если уже, скажем, нет возможности вместе сосуществовать как-то, да? Люди пытаются мирно, более простые люди, как-то не мирно. То есть парадно. А тут как-то делят вообще, вот там, как-то тут закон на стороне какого-то женщины? Есть закон, это закон шариата. То есть религиозный закон, который предписывает определенные процентные соотношения при разводе, при смерти кормильца. И есть, да, есть предписания именно религиозные. Религия. И на стороне, у кого она все-таки на стороне женщины больше, там, среди? Ну, как-то, наверное, так. Ты в Испании, там, как вот, я уже там много видео записывал с испанцем, там, мужик остается в трусах. Здесь такого как нет? Нет. Здесь как-то так все как-то... Здесь, я думаю, есть моменты, когда мужчина может остаться в трусах. Но, как правило, моменты наследования в сторону мужчин больше. А при разводе мужчина обязан обеспечить свою женщину, бывшую жену и детей. Если дети с мамой остаются, причем до 18 лет, и жену он будет тоже платить, пока она либо снова не выйдет замуж, девочки тоже пока не выйдут замуж. Мальчики, по-моему, до 18 лет, если я не ошибаюсь. Вот как-то так. Но все везде решается и полюбовно, и не полюбовно, и через суд. И суды есть. Суды здесь тоже есть? Есть, конечно, да. Очень образовывающие через суд? Есть, и суды, да. Именно по разводам суды. А, по разводам? Здесь вообще адвокатские услуги дорого стоят? Нет, нет, нет. А вот какие-то моменты... Нет. Какие-то моменты вообще, вот мошенничество, например, в Испании, были там, блин, ну, в основном такая, как у русских, кидало такое. Кто кого обманет, как еще? Здесь такой вот есть, как среди там русскоговорящих, как-то здесь, или здесь вообще слишком малый, чтобы так? Или просто хорошо общаетесь, и никаких вопросов нет? Спокойно все. Среди русских я не слышала таких вещей. Здесь все достаточно спокойно, потому что у нас... Понимаете, у нас у русских менталитет, если как вот... По поговоркам эти, да, мужик сказал, мужик сделал. Здесь не так. Здесь мужчина сказал, и есть такое волшебное слово, называется оно... Иншаллах. Иншаллах. Иншаллах, это все значит. На Всеволе Всевышнего. А, вот так вот это... Это в Испании маньяна, типа, за... А здесь иншаллах, да? Да. То есть, если мы договорились, например, на 2 часа дня встретиться, ну, иншаллах, может быть, к пяти там кто-то подойдет, и все. Да, 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 я говорю, да, что... Получается, здесь тоже так они необязательны, да, что не сказал, значит, не сделал вот такое. Да. Такое. Ну, не все. Мы не стараемся обобщать. Я говорю, что есть такие вот варианты. Ну, по крайней мере, в основе менталитета вот такое вот... Они не торопятся никуда. А мы говорим, торопиться. У них же все есть. Они живут. А мы частично, мне кажется, существуем там. Выживаем в холоде. А как бы, вот, Аня, посоветовали, вот, например, подписчикам, стоило бы эмигрировать, например, Марокко стоит или не стоит? Как ваше мнение? Я думаю, что нужно обладать особым сознанием, чтобы спокойно воспринимать людей не совсем развитым сознанием. То есть мы более развитые, мы в школе учились, у нас другая система образования. То есть мы более образованные. Если ты готов не то, что не видеть, если тебя не волнуют такие вот какие-то вот вещи, как люди в Таиланде живут, простой абсолютно жизнью. Ты же соглашаешься с этим, и с тебя это не раздражает. Если ты это все принимаешь, тебя это не раздражает, милости просим, потому что нам здесь жить очень комфортно. Открываешь глаза, птички поют, солнышко, шикарная эстетика, цветы. Круглый год везде на улице цветы, пальмы, зелень, тепло. Если ты как бы готов к этому, пожалуйста. Да, есть мусор, к этому со временем привыкаешь. А то, что все-таки беспорядок есть, ну прям, ну там, я не говорю, там Москва, даже обычные города там, там Иваново. В Таиланде есть такой город, да, чудесный. А, чудесный, да. Все-таки, ну, когда там есть там прогресс, а здесь тут... Похож, да, нет. Есть города, скажем так, Рабат, он большой город, но он такой интеллигентный, спокойный. Столица. А? Столица. Столица, и он такой культурный, и люди спокойные. Ну, он, скажем так, по моему мнению, это сугубо мое мнение, где люди передвигаются от рабочего места до дому на автомобиле. Если ты существуешь в Рабате без автомобиля, Касабланка вообще, по идее, она как... По сравнению, у нас такое негласное между собой сравнение идет, что Касабланка как Москва, а Рабат как Санкт-Петербург. А, так бывает. Да. Потому что в Касабланке и трафик другой, и люди, то есть там рабочий такой городок, купи-продай, то есть торговля, и, соответственно, и население, и районы популяры есть, куда лучше не ходить, то есть не испытывать, скажем так, судьбу. А вообще, куда вот стоило бы поехать из Марокко? Вот там, скажем так, пять мест посещания. Рабат, Танджер. Чтобы составить свое, скажем так, понимание о стране. Обязательно нужен север и обязательно нужен юг. Пять городов я вам не скажу, потому что разбег, в принципе, именно по километражу большой. Если вы имеете время, то можно двигаться либо с севера на юг, либо с юга на север, то есть в зависимости от того, куда вы прилетаете. Мы сейчас с севера едем, получается. Вы, получается, едете с севера. Вы были в Танджере, да? Мы Танджер, получается, мы оттуда будем уже выезжать, и мы его оставили на потом. Мы были у друзей в Кабе-Негро, в туристическом местечке, потом в Титуане мы были, и сразу проехали мы через Осилу, и по платной дороге мы спускались в Мулебу. То есть вам не посоветовали доехать в Фес и Шевшауэн? А в Шевшауэн мы не поехали, просто там был очень сильный дождь. И мы решили, там было 4 дня проливных дождей, и мы просто не попали, и опять оставили на обратный путь. И в Фес мы хотели после Рабака есть дорога, и мы как раз по хорошей дороге отсюда проедем до Феса. Да, потому что там Фес, Микнес, там очень красиво. И Франс, Азеру. А Агадир, что это было? Агадир, туристический город. Нам меньше хочется туристического, нам больше хочется вот аутентичного. Аутентичного, дальше, значит, после Кенитры можно проехать Касабланку. В Рабате же вы были? Нет, нет. А, Рабат. Рабат есть места. Завтра, кстати, вот с Рашидом пообщаемся, он скажет уже, там есть Удея. Какие минусы, Марокко? Минусы. Что не нравится вам здесь? Ну, вы общаетесь с человеком, которому нравится практически все. Тем более, я даже влюбилась. Ну, а что-то, например, вот, скажем так, раздражает как-то? Нет, я человек, которого ничего не раздражает. Я принимаю, либо принимаю. Если я не принимаю, я просто спокойно отхожу, потому что имеет место быть, это не от меня зависит, да, имеет право на существование в этом мире все абсолютно, да? И поэтому, если тебе не нравится, просто отходишь и все. Плюс как-нибудь, Марокко? Плюсы, фрукты, овощи. Я не могу томатов здесь наесться уже который год, уже пятый год, без конца икры я потребляю. Разные по количеству. Я знаю, что в Европе, например, здесь есть томаты черри, которые здесь стоят... Мы вот как раз попробовали, мы не нашли... 12 дирхам, есть 4 дирхама, то есть 0,4 евро за килограмм. Есть чуть подороже во французском магазине, во французском супермаркете Carrefour, там евро стоит килограмм, очень вкусные. И я знаю, что в Европе они стоят 4 евро. Я могу сказать, что я покупала вкусные томаты за 5,50 евро. Да, вот вкусные, чтобы были. Сказать, что я скачаю по какой-то русской кухне, это неправда, потому что я питаюсь дома, в основном, русскую кухню готовлю. Что-то, если мне нравится, я захотела марокканское, я либо в кафе пошла, либо дома сама кускусы или тажин. Тажин я не готовлю, в основном кускусы у меня дочь любит. Вот, потом за вчера ко мне. Ольга приезжает, я ее кормлю всем русским. У нас борщ и крошку мы делаем. Здесь нет русской колбасы, это однозначно ее нет. Есть в Карфуре, в Рабате, есть Карифур Гурме, куда надо будет вас сводить, показать большой супермаркет французский. Там есть укроп, и черный вкусный хлеб, и зерновой хлеб. Мы побывали уже. Были? В Титуане. А, в Титуане. Но тут в Рабате, он находится в таком месте, называется район Вилл, где все посольства со всего мира. Поэтому люди там, там ассортимент другой, там люди кушают привыкшие к своей пище. Там есть все. А что бы с тобой попробовать из блюд таких вот национальных, марокканских? Обязательно. Здесь рыба недорогая по сравнению с Европой. И вот, например, в Мехди в 5 утра переходят лодочки, здесь дальше завод в Мехди есть. Можно купить рыбу свежую тут же на рынке при заводе, при порте. Свежие морепродукты. Да, и здесь, вот сейчас в ресторане мы сидим, тоже свежие морепродукты 100%. Что обязательно попробовать надо? Такое вот именно, только марокко делают. Мы просто, мы привыкли, мы любим, вот если мы едем в Мехдию, мы берем вот эту вот рыбу фри, которая в белке. У них фритюр другой. Она белковая просто, яйцом перемешана. И быстрая обработка, мгновенная, она не сырая и уже приготовленная, очень вкусно. То есть, если мы захотели покушать рыбки, мы сюда приехали и покушали, это все достаточно дешево. 15 евро, огромная тарелка, просто огромная тарелка рыбы. Там креветки, кальмары, разного вида, там сардинки есть. Микс. Микс, да, абсолютно. Осьминушки. А еще один вопросик идет. А по полной недвижимости еще есть творится вообще? Какой пример лимит? Откуда можно купить? Движимость, я думаю, что очень тут дорогая, даже по сравнению с Россией. Потому что мне, например, на деньги, вырученные от недвижимости в России, не удалось здесь купить квартиру. Чего-то так дорого здесь? Даже в маленькой деревушке? Ну, в маленькой деревушке, нет, я думаю, можно в принципе. Но не думаю, что человек после России захочет жить в деревушке. А какой хотел разбег цен? Откуда там? Я боюсь вас везти в двухкомнатных квартирах. Ну, примерно, скажем, от 60 тысяч евро за квартиру, небольшую квартиру. Небольшая это салоны, две спальни, это самые минимальные квартиры, которые здесь есть. То есть наши трехкомнатные квартиры по квадратуре где-то от 69 квадратных метров. 70, ну, грубо говоря, 70 квадратных метров. Вот, где-то она стоит 65, наверное. Да, это будет, опять же, не центр города. И я не думаю, что вы будете жить в такой квартире, потому что все поближе потом посмотрим, кирпичики какие, вот эти вот пустотелые, пустотелые кирпичи. Очень большая слышимость между стенами. И, да, это очень нам непривычно, потому что у нас стены толстые. Потом это все плохо, то есть нет, отопления нету. Зимой бывает достаточно холодно, но нам всегда везут с квартирами. У нас квартира практически только одна комната на... На... На логреве? Нет. На синевую сторону? Да. Все остальное у нас на южной стороне, поэтому мы греемся на солнышке. У нас кукует солнышко. Короче, у нас тепло всегда в квартире. И есть обогреватель. Я, то есть, если очень уж холодно, дождливые какие-то, вот есть месяцы определенные, когда перед зимними месяцами есть неделя-две дождей, тогда очень сыро, так как влажность большая у океана, и ветра, и холодные дожди. Люди спасаются в хамамах. И отопление, то есть можно отапливать климатизером, кондиционер и у нас обогреватель. Обычный обогреватель вот такой. Мы платим самое дорогое, что я заплатила, за зиму, за месяц, скажем, в самом, например, самый холодный месяц для меня, это декабрь или январь, 380 дирхам, это 38 евро за месяц. В Европе под 200 получается на Балканах, под 200. Есть люди, которые оплачивают и такую здесь, то есть платят большие квартиры, ни один кондиционер, например, потом есть возможность еще подешевле оплачивать, но тут уже есть газовые отопители, 40 дирхам вставляешь в газовый баллон, платишь, 40 дирхам, и неделя у тебя круглые сутки этот может работать, круглый день, и у тебя вся квартира теплая, но опять же газ, он же съедает огонь и кислород, поэтому в каждой системе отопления свои сдержки. Странно очень, почему они могут перенять нашу систему отопления, и, например, в виллах тех же самых ставить печное отопление, потому что, например, в том же Карифуре продают эти брикеты есть отопительные. Дорогие это стоят? Нет, нет, здесь брикеты недорогие, можно топить, и если все это действительно продумать, так как продумано у нас в России это отопление, потому что мы же при очень низких температурах, при минус 40 на дачах, вот у меня мама может зимовать печку истопил, и ты можешь жить. Здесь не так хорошо с деревом, но, в принципе, можно выкрутиться, и эти печки отапливать. Камины же у людей на виллах есть, поэтому проблем с этим нет. В принципе, если у тебя, скажем, желание, и есть возможность, можно поставить на виллу печку, Это получается отопление вообще есть недорогое, да? Я думаю, что недорогое, потому что еще вот есть, существует же у нас такая вещь, как правильно поставить по геометрии дом, чтобы он солнышком обогревался весь день, спать зимой только на втором этаже, где теплый воздух наверх поднимается, и солнышко, и спальня на солнечной стороне. Да, это просто при выборе нужно учить. Да, здесь не совсем непонятная система постройки домов. Одна стена может целиком без окон быть, стена дома, скажем так, трехэтажного. Очень странно. У нас учитывается все вот эти вот архитектурным проектированием, все вот эти моменты со стороны света, плюс... Здесь, получается, строят очень плохо, да? Качество очень плохое. Строят участник, я считаю, что плохо строят. Плохо. Хотя, собственно, такие нишевые, надеюсь. Не знаний, здесь проблема единственная. Вот для меня проблема в знании. Не хватает знаний марокканцам. Образования и знаний не хватает. Все это относительно чего-то. Все это относительно навязанное социумом, все вот эти вот стандарты, которые я терпеть не могу. Поэтому вы здесь. Поэтому я здесь, да. Мне не раздражает это. Спасибо большое. Спасибо большое. Если ты хочешь жить хорошо, ты и в тундре будешь жить хорошо. МРЗ Камикадзе ВВ Камон Марокко, Касабланка Или Россия, мама Мама Маршрут и жизни проложили далеко от дома. Зажгли огни внутри себя, и нам не важен холод. Вперед мечте и в 6 утра встаешь как робот, но это не проблема. Когда есть повод энергии любви заставить добежать экватор. Если надо стать вездой телеэкрана, и даже в дальних странах. Настрой свои каналы. Марокко, Касабланка или Россия, мама. Марка,равствуйте. Марка, мама. Маркко, слава. Настрой свои акции. В этом мире потерян, хоть этот мир и не плох Хлопки за спинами, двери застали парня врасплох Тут вроде все позитивно, но все же небо чужое Чужие мысли и тени людей, спешащих домой На трапе все замирает, на эйфории, на штиле Я захожу в самолет, сквозь овальные двери Откинув кресло с улыбкой, закрываются веки Потоки мыслей о доме, словно бурлячьи рейки Там то, о чем я мечтал, и те мечты, что оставил Там сплавил много ненужного, нарушил множество правил Но все же это мое, я ощущаю подъем Мы скоро встретимся, ма, ты где-то там под крылом Ага, скажи за разку, полотет Ну и ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Убилла, прекратно ли вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok